Церемония началась с зажжения огня и ритуального подношения белой пищи, после чего сказочные персонажи поздравили всех с Новым годом по восточному календарю. Гости из Поднебесной исполнили для улан-уденцев символический танец. Святой Микулаш из Словакии приветствовал жителей на неплохом русском, а байкальский Дед Мороз поздравлял улан-уденцев в стихах. Также с трибуны прозвучало поздравление от мэра Улан-Удэ. Первыми лучами солнца на древнюю землю Бурятии пришел праздник. Праздник весны, праздник обновления, праздник всех людей, живущих на нашей земле. Сегодня все люди, проживающие в республике Бурятия, отмечают праздник Белого месяца. Этот праздник сближает нас. Это праздник справедливости, это праздник почитания и уважения старших. Театрализованная программа перетекла в первые сказочные игры. В них свою силу и ловкость пробовали 12 команд школьников. Также на площади советов состоялись мастер-классы по разбиванию хребтовой кости и древней бурятской игре «Шагэнаден». Вы знаете, я уже третий год в Бурятии, но на этом празднике я первый раз сама из Красноярского края. Приехала на сессию, вот так получилось, мне очень нравится праздник, веселый. Очень много национальной кухни. Сейчас пойду, обязательно прикуплю себе что-нибудь вкусненького. А полакомиться было чем. Местные производители угощали на славу. Торговали национальными блюдами, причем по сниженным ценам. К примеру, одна поза с омулем стоила всего 15 рублей. Сегодня рыбозавод «Байкал» впервые на площади советов. Поздравляю всех с праздником. Мы приготовили 5000 поз. Позы очень хорошо продаются, мы очень хорошо рекламируем. Сами посмотрите, люди идут, покупают и вареные, и мороженые позы, и очень довольны. Зрители также увидели, как проходит фестиваль национальных традиций «Бузын-бояр». В рамках него состоялся и смотр-конкурс костюмов «Самая красивая буза-2016». Анна Зуева, Жаргал Цариндашеев. Новости дня.